Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «Возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зара Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Какой стих Писания знает почти каждый, даже тот, кто не является верующим в Мессию Иешуа? Что ж, именно с этого стиха мы начнем сегодня, из Евангелия от Матфея, 7 главы. И этот стих не только общеизвестный, но он один из тех, которые часто неправильно понимают, что я имею в виду. Что ж, давайте посмотрим его. Возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной. Мы продолжаем изучать Нагорную проповедь, 7 глава, 1 стих. Мы все знаем это местописание. Евангелие от Матфея, 7 глава, 1 стих, где Иешуа учит и говорит, «Не судите, да не судимы будете». Обратите внимание на слово «судимы», потому что вы знаете, что оно не значит. Оно не значит оценивать что-то. Мы призваны постоянно оценивать вещи, как в своей жизни, так и в жизни других людей. А для чего мы оцениваем их? Чтобы увидеть, угодны ли они Богу. Так что, слово «судить» — это слово «осуждение». Писание, говоря «не судите», имеет в виду «не осуждайте никого», «не наказывайте». Это не моя роль и не ваша. Эта роль зарезервирована за Богом. На самом деле, Библия говорит, что весь суд, в смысле осуждения, был дан Сыну. Он знает, как это делать, а мы нет. Но часто люди говорят так, они говорят «не суди меня», имея в виду «не говори, что то, что я делаю, это плохо». Что ж, это плохо не в наших глазах. Не мы устанавливаем стандарты, как мы это скоро увидим. Это делает Слово Божье. И было немало случаев в моей жизни, когда люди, друзья, верующие, а иногда и другие люди, подходили и обличали меня, говоря, правильно ли то, что вы делаете. Знаете, часто я был благодарен за то, что люди призывали меня к порядку. Нам необходимо обличать друг друга в любви. Так что всегда приемлемо в любви, в интересах человека, сказать то, что ты делаешь, не соответствует Слову Божьему. Позвольте мне принести пример, о чем я говорю. Мы знаем, что в судебной системе есть присяжные, и они решают, на основании информации и стандартов закона, виновен человек или нет, то есть нарушил ли закон, сделал ли то, что является преступлением, чем-то незаконным, неправильным. Но именно судья выносит приговор, наказывает именно судья. Так что Писание, говоря «не судите», имеет в виду «не наказывайте», мы не имеем права наказывать друг друга. Бывает, что в общине надо применить дисциплину. Так что совету общины, лидерам приходится обличать и наказывать кого-то, если они не каются, если они не признают свой грех. Так что нам, читая это место Писания, надо быть очень осторожными. Еще раз, Евангелие от Матфея, 7 глава, 1 стих. Ешуа учит, он говорит «не судите, да не судимы будете». И далее он предупреждает нас, продолжает и говорит «Ибо какой мерой мерите, каким судом судите, таким будете судимы». И это стандарт «каким судом судите, таким будете судимы». Так что если у меня такой взгляд на суд, о том, что правильно и неправильно, и я применяю это в ситуации, Бог говорит, что он применит такой стандарт и ко мне. Читаем дальше. «И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить». Что это говорит нам? Это говорит нам, что необходимо быть милостивыми. Да, говорить истину, стоять за Божьи принципы, Божьи заповеди, Божьи пути, но делать это в любви, благодати, в милости, показывая людям, что Бог всегда готов принять того, кто кается и признает свою ошибку. Так что Ешуа предупреждает нас, когда мы осуждаем, когда хотим кого-то наказать, обращаемся с кем-то неподоброму, из-за того, что нам не нравится то, что Он делает, Бог говорит, «Берегись, потому что этот же стандарт суда, мера, которой ты меришь, будет отмерена и тебе». Следующий стих. Заметьте, что Он говорит. И Мессия приводит нам пример, почему мы не должны быть жестокими и осуждать людей. Опять-таки, это не значит, что мы не можем в любви сказать человеку, что Он нарушает стандарт, что Он вне воли Бога. Нам позволено, и мы призваны это делать. Это часть увещевания кого-то. Но заметьте, что Он говорит здесь. Он обращает внимание на проблему, что часто мы ведем себя недобро и делаем акцент на промахах, ошибках, грехах людей, игнорируя свои собственные. Вот почему первая часть этого стиха так важна, где Мессия предупреждает нас о стандарте, о мере, которое мы используем. Послушайте, что Он говорит. «И что ты смотришь на сучок?» Это щепка. В современном еврите, если посмотреть, мы изучаем греческий текст, но соответствующее еврейское слово «зубочистка». Скоро мы увидим и другое слово, которое означает «большое бревно» или «широкую доску». Итак, Он говорит здесь, «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? Ты его видишь, ты его замечаешь, но Он говорит о большого бревна в твоем глазе, не чувствуешь». И это характерная человеческая черта. Мы делаем что-то плохое, но когда другие делают то же самое, мы видим их поступки как худшие, нежели наши. А что касается наших грехов, ошибок, поведения вне воли Божьей, мы говорим «ну это не так и плохо», а это противоположно тому, как нам следует делать. Мессия говорит, «Почему ты уделяешь такое пристальное внимание щепки в глазе твоего брата, но при этом не видишь, не обращаешь внимания на большое бревно в твоем?» И Он говорит, переходим к четвертому стиху, «Или как скажешь брату твоему, дай я выну, сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно». Он говорит, посмотрите пятый стих, «Вот проблема». Ешуа говорит слово, которое он использует часто, и это слово «лицемер». Это когда мы используем один стандарт для себя, и другой для кого-то еще. Это свойство плоти. Люди склонны поступать именно так. Когда мы рассматриваем поступки других людей, при этом делая то же самое, то считаем их более плохими, неправильными, более неугодными Богу, но о себе мы как бы выписываем разрешение, но не так нам следует поступать. Поступать надо противоположным образом. Вот почему Мессия говорит, «Лицемер, вынь прежде бревно доску из твоего глаза». И тогда, и тут используется слово «блепа» — «видеть», «воспринимать». Слово это использовано с префиксом «диа», что значит «через», в смысле «тщательно». Мессия говорит, «Знаешь, сначала тебе надо избавиться от бревна в твоем глазу. Тогда ты сможешь видеть, воспринимать вещи ясно, тщательно. Ты четко увидишь, как тебе вынуть сучок из глаза брата твоего». Так что все это связано с правильной перспективой. И он продолжит ту же самую мысль в связи с правильным взглядом на нашу молитвенную жизнь. И не упустите взаимосвязи. Есть корреляция, есть важная истина, которой он делится здесь. И вот какая это истина. То, как я поступаю с другими, повлияет на мою молитвенную жизнь. Мессия хочет дать нам правильный взгляд на молитву и понимание, каким щедрым, каким благим, каким чудесным обеспечителем является Бог. И какой ключ к получению обеспечения. Одно, что мы никогда не должны недооценивать, это сила молитвы. Молитва, поверьте мне, производит изменения. И когда мы молимся правильно, то она ведет, мы это скоро увидим. Молитва ведет к изменению у тех, кто молится. Молитва производит изменения в их поведении. Молитва делает нас активными, активными участниками в делах Божьих. Обратите внимание на то, что он говорит. Перейдем к седьмому стиху. Мы читаем, «Просите, и дано будет вам». Итак, Бог говорит, если мы будем просить, Он ответит. А как Он ответит? Он ответит в соответствии с тем, что является добром. И мы увидим, как Он соотносит этот библейский принцип с нами. Но необходимо понимать следующее. Бог отвечает на нашу молитву в соответствии с тем, что является добром. с тем, что является отражением Его праведной воли. Итак, нам дана заповедь. «Просите, и дано будет вам». Но тот факт, что это было дано, не означает, не упустите этого. Это не значит, что оно тут же и будет у меня. Попросил, Бог дал, у меня есть, но не так говорит Писание. Оно говорит, что Бог это дал, но это не значит, что я сразу же это получил, потому что есть и другая часть. Помните, что я сказал? Молитва делает нас активными участниками в делах, которые делает Бог. И так мы просим. И дальше он говорит. Он продолжает и говорит. «Ищите, и найдете». Слово «найдете» — обычное слово, означающее «найти». А в этом контексте определить местоположение. Опять-таки, это не значит, что я уже владею. Это значит, что я определил его местоположение. Потому что есть и третий очень важный аспект. Он говорит в конце седьмого стиха, «Стучите, и отворят вам». Так что нам надо сделать три вещи для того, чтобы получить результат молитвы. Мы начинаем с прошения, как говорит Писание в другом месте, «Делайте свои просьбы известными перед Богом». Яков говорит, «Не имеете, потому что не просите». И так мы просим. Бог будет действовать, и он обеспечит. Иногда то, что мы просим, является ненадлежащим. То есть мы просим о чем-то, и сама нужда может быть надлежащей, но мы фокусируемся, мы просим не о благочестивом решении. Вот почему я часто говорю людям, «Знаете, не надо молиться чересчур конкретно». И вот что я имею в виду. Конечно, свою нужду надо называть конкретно, это понятно. Но не надо конкретизировать, как именно Богу следует восполнить эту нужду. Возможно, Бог признает эту нужду, но Он может отреагировать, ответить, обеспечить по-другому. Так что это будет лучше для нас, будет иметь в нашей жизни более полезный результат. И вот проблема. Если мы так сфокусированы, если у нас, так сказать, туннельное зрение на то, как Богу следует ответить, и как Он должен ответить и обеспечить, то это проблема. Мы чересчур фокусируемся на том, как именно Бог должен, по нашему мнению, ответить, когда Он обеспечивает по-другому. Мы этого даже не видим. Мы проходим мимо, игнорируем это, потому что это не то, чего мы ожидаем. Вот почему не надо быть чересчур конкретными в том, как будет получен ответ на просьбу, как будет восполнена нужда. Просите конкретно, но не надо ожидать, что на это будет отвечено конкретно, как вы хотели. У Бога может быть что-то другое, и Он даст вам ответ. Ешуа говорит, восьмой стих, «Ибо всякий», я подчеркиваю это, это для всех, никаких исключений, «Ибо всякий, просящий получает, и ищущий», и это важная часть для этого, и это важная часть для того, кто хочет получить, принять в свои руки то, что Бог обеспечил. Нам надо учиться, как искать. Есть и третий аспект, и благодаря Ему мы получаем просимое, и это стучать, действовать, вести себя так, чтобы получить. Позвольте мне привести вам пример. Некто нуждается в деньгах, и Бог побудил кого-то положить на счет этого человека определенную сумму денег. Человек попросил, Бог обеспечил, но просивший не знает об этом. Он не знает, пока не начнет искать, и не найдет. И затем опять-таки, хотя он знает, что деньги на его счету, пока он не заполнит чек, или расходный ордер, он не станет обладателем этих денег. Итак, три момента. Просить, искать, стучать. И тут сказано, что если мы будем стучать, то нам отворят. Обратите внимание на 9 стих. Если между вами такой человек, он хочет привести пример о Боге, о том, как Бог отвечает, о его природе. И вот, что нам необходимо помнить, как детям Божьим, или ученикам Мессии Яшуа, мы стали, услышьте это, мы стали детьми Божьими. И делается это только через веру. Есть большая разница между тем, чтобы быть творением Божьим. Всякий человек является творением Божьим, но не всякий человек является чадом Божьим. Почему? Потому что мы становимся детьми Божьими через усыновление. А для этого усыновления что-то требуется. Требуется вера конкретно в евангельское послание. И только когда мы принимаем Мессию Яшуа, Иисуса из Назарета, в нашу жизнь, признаем, что Он полностью заплатил за все грехи на кресте, только когда человек делает это, он или она становится чадом Божьим. И тогда он становится не просто Богом, но нашим небесным Отцом. И заметьте пример, который Яшуа приводит в 9 стихе. Он говорит, «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его просит у него хлеба, подал бы ему камень?» И это просто здравый смысл. Столь многие места Писания, когда мы слышим их, обращаются к нашему здравому смыслу. Так что, если наш сын голоден и просит у нас хлеба, нашим ответом не будет то, что мы дадим ему камень. Это не восполнит его нужду. Он приводит еще пример. Продолжаем читать. Десятый стих. «И когда попросит рыбы, подал бы ему змею, рыба, ее вы можете съесть и получить пользу, но змея, она опасна. Так что, когда мы помолимся, Бог не даст нам что-то негодное, такое, как камень или что-то опасное для нашей жизни». И часто, и вот что вам необходимо понять, часто молясь, мы просим о том, что не принесет пользы для нашей жизни. Может, мы этого хотим, желаем, может, мы думаем, что не можем без этого жить, но поймите, если это не принесет полезного результата в вашей жизни, Бог вам этого не даст. Часто мы просим о вещах, о которых не следует просить. Также, Бог не даст нам чего-то опасного. Помните, сын просит рыбы, получит ли он змею? Абсолютно нет. Бог так не делает. Одиннадцатый стих. Итак, если вы, будучи злы, и я бы подчеркнул это, мы по сравнению с Богом злы. Что имеется в виду? Речь о нашей природной склонности. Когда мы думаем о вещах со своей точки зрения, то не воспринимаем их правильно. Слово злы связано с тем, что противоречит воле Божьей или упускает ее. И мы по своей природе склонны думать неправильно. Иешуа знает это. Вот почему, опять-таки, у нас, как у верующих, есть это преимущество, потому что, когда мы молимся, знаете, кто помогает нам? Вы знаете, кто ходатайствует о нас перед Богом? Сын Божий, Мессия, сидящий одесную Бога на месте предпочтения. И это Иешуа. Так что Дух Святой и Мессия, они действуют вместе. Когда мы молимся, бывает так, что Дух Святой берет наши глупые просьбы и истолковывает их в то, что угодно Богу. Мессия ходатайствует за нас, и мы получаем то, что является благом. Если мы просим, и давайте развернем это так, если мы поступаем глупо, и часто это относится и ко мне. Я в духовном смысле поступаю глупо. Может, я по неразумию прошу у Бога о камне, но Бог даст мне хлеб. Я могу хотеть змею, но Он даст мне рыбу. Так что Он возьмет неправильное и сделает правильным для того, чтобы Его воля была доступна. И мы были людьми, покоряющимися благу. Итак, заметьте, что говорит Мессия. Еще раз читаем 11 стих. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, и далее здесь чудесное выражение, посома лон на иврите, которое в переводе значит «тем более». Мы имеем в себе от природы склонность воспринимать все неправильно, видеть все не с Божьей перспективы. Мы такие, тем не менее мы даем своим детям благие вещи. Мы хотим благословлять их. Мы откликаемся в их интересах, так, чтобы это послужило на пользу в их жизни. Если мы можем это делать, будучи злы, то тем более, заметьте, что говорит Мессия, тем более Отец ваш, Небесный, даст. Вы видите это? Это обетование даст благо просящим у него. 12 стих. В этом стихе мы снова видим хорошо известное местописание. Часто мы называем его «золотое правило». И это чудесное свидетельство истины. Заметьте, что тут сказано. 12 стих. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так что во всем, как хотите, говорит он, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Это что-то предполагает. Что? Это предполагает, что если мы хотим, мы хотим в конечном итоге самого лучшего, хотя мы иногда бываем обмануты, мы можем путаться, но в конечном итоге мы хотим добра. И мы склонны вести себя так, чтобы свои интересы ставить на первое место. Мессия говорит, что надо перефокусировать, перенаправить это. Он говорит, если вы, будучи злы, если вы говорите это благо, я хочу, чтобы так было сделано мне. Он говорит, посмотрите еще раз, «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и поступайте и вы с ними». Теперь посмотрите конец 12 стиха. Он говорит, «Ибо в этом закон и пророки». Как нам следует понимать это место, и как нам его понимать не следует? Многие люди думают, это и все. Мне незачем смотреть на заповеди Божьи, те заповеди, что Бог дал Моисею в Танахе, в еврейской Библии. Которая больше известна как Ветхий Завет. Я могу это отложить в сторону. Что там говорят пророки, мне незачем читать это, потому что все, что мне надо, сказано в 12 стихе. Но с этим есть проблема. Вот в чему нас учит 12 стих, золотое правило. Он подчеркивает основополагающий принцип закона, «Вэхафталэрэха камоха», «Возлюби ближнего, как самого себя». Вот чему учат законы пророки. Мы не должны быть сосредоточенными на себе, но быть людьми, являющимися благословением для других. Почему? Потому что такова природа Бога, Его характер, и так и мы должны вести себя. Мы должны быть подобны Ему. Это местописание говорит нам, что нам следует взять эту природную любовь, природное предпочтение к себе, и перенаправить его, сфокусировать на других. Делая так, мы поступаем согласно закону и пророкам, Божьему откровению. Но вот важный момент. Заповеди Божьи, слова пророков дают нам правильную перспективу для этого. Это общее утверждение. Люби ближнего, ставь интересы других прежде своих, не делай другим то, чего не хочешь себе, а делай им то, чего хочешь себе. Но чтобы иметь правильное понимание, как это делать, заповеди Божьи проясняют, учат, дают ясное откровение. И вот ключевой момент. Наша ответственность по отношению к другим. Вы как верующий, вы как Дитя Божье имеете ответственность перед другими. И это должно быть основополагающим в нашей молитвенной жизни. Время закончилось. До встречи на следующей неделе. Шалом из Израиля. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале. Чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа и Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова